Дмитрий Дудко Здесь работают 4 окна, документы принимают от всех категорий граждан. Также отдельно теперь здесь организован прием заявлений от детей-сирот либо их представителей. А 21 и 22 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества открыто окно для ветеранов Великой Отечественной войны, а также всех категорий граждан, приравненных к ним. Окно по приему выдачи заявлений работает в понедельник с 9 до 18 часов, в среду и четверг с 9 до 13, в пятницу с 9 до 16. Мы можем принять документы на регистрацию права и на кадастровый учет. Сама регистрация будет проходить непосредственно в том регионе, где находится объект. То есть на сегодняшний момент система позволяет передать документы в тот регион и уже регистратор непосредственно того региона будет проводить государственную регистрацию. Это сделано для удобства подачи документов, для ряда случаев, когда людям нужно вступить в наследство, когда они находятся в других областях и не могут приехать в тот регион непосредственно. В преддверии 23 февраля в кинотеатре Победа провели патриотическую акцию. Учащиеся севастопольских школ поздравили ветеранов с наступающим Днем Защитника Отечества, исполнили вокальный номер и вручили цветы. А для ребят организовали бесплатный показ отечественного мультфильма «Крепость с щитом и мечом». Мероприятие провели при поддержке депутата Государственной Думы России Дмитрия Анатольевича Белика. Так мы, как правило, к началу войны проводим мероприятие, к началу обороны Севастополя, ну и так далее. Порядка 6-8 мероприятий. Мы стремимся к расширению этого округа мероприятия, так что думаю, что мы будем в этом направлении дальше работать. Мы хотим поздравить всех защитников Отечества Родины России с наступающим праздником. А нас, севастопольцев, с третьей годовщиной, как мы вернулись в родную гавань, с Днем Народного Единства, здоровья всем мира, счастья и Божьего благословения. 23 февраля в связи с проведением праздничных мероприятий движение в центральной части города временно перекроет, сообщает прислужба правительства Севастополя. Ограничения не коснутся только общественного транспорта. С 13 до 19 часов перекроют движение по улице Ленина на участке от площади Сувурова до площади Нахимова, а также по проспекту Нахимова и по улице Советская на участке от улицы Воронина до Ленина. Кроме того, с 6 утра до 19 часов на тех же участках будут запрещены остановки и стоянки. Департамент транспорта предусмотрит работу эвакуаторов. После 19.00 транспортное движение возобновится. В Севастополе разыскивается Алексей Серафимович Самосуда в 1942 года рождения. Вечером 20 февраля мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы на вид 75 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения седой. Был одет в серо-черную кофту с длинным рукавом, бежевую шапку-ушанку, коричневые и вельветовые штаны. Мужчина страдает болезнью Альцгеймера, расстройство памяти. На местности не ориентируется. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Серафимовича Самосудова, просьба сообщить по телефонам полиции 65 2502 плюс 7 978 747 8675 или 102. Три в одном выставка книжных иллюстраторов открылась в Севастопольском отделении Союза художников России. У экспозиции три автора, но работы объединяет одна тема – детские книги. Выставка – дебют для мастеров книги. Название выставки выбрано не случайно. Как рассказывают представители Союза художников, авторами стали три бывшие однокурсницы, три подруги, которые представили свои работы в трех абсолютно разных стилях. Девушки закончили училище, Крымское училище художественное имя Самойкиша. Потом их пути разошлись. Ну а на этой выставке вот они опять собрались для того, чтобы показать уже результаты своих вот первых взрослых таких творческих шагов. Все произведения так или иначе связаны одной темой – детские сказки. Художницы показали создание иллюстрации книгам на разных этапах. Например, работы Татьяны Цветковой – это рисунки к польской сказке. Художница представила их на том этапе, когда они еще в виде объемной аппликации. Это моя дипломная работа к польской народной сказке «Пять овечек». Она сделана в технике калаш, и здесь она будет как раз-таки интересна маленьким зрителям, поскольку используются разные материалы и разные фактуры. Для того, чтобы использовать эти работы в качестве иллюстрации к детской книге, их сначала необходимо обработать на компьютере. Именно на этом этапе гостям выставки представлены картины второй художницы – Виктории Дедковой. Она подготовила иллюстрации к книге сказок «Огни Борто» и «Игрушки». Автор рассказывает, для выполнения работ специально изучала психологию дошколят, и уже на основе этого выбирала цвета и формы к своим рисункам. Возможно, эти образы запомнят на всю жизнь и пронесут их в своей памяти. Поэтому мне хотелось сделать такую добрую, яркую, приятную книгу. А вот Элина Меркулова представила работы, выполненные маслом и гуашью. Автор рассказывает, публичная презентация картин помогла посмотреть на свое творчество с другой стороны, увидеть то, чего раньше не замечала. Художницы надеются, что эта выставка станет стартовой площадкой для их дальнейшего развития. Увидеть экспозицию «Три в одном» можно в Севастопольском отделении Союза художников России до 27 февраля. Юлия Бауськова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Футбольный клуб «Севастополь» завершил выступление на открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза. Подопечные Алексея Викторовича Грачева заняли второе место в группе по итогам предварительного этапа. В активе наших игроков 10 набранных очков, 3 победы, ничья и одно поражение. Общая разница забитых пропущенных мячей – 15-6. Лишь одну очко в турнире таблицы наши игроки уступили симферопольскому клубу «Тейскотаврия», которые и вышли в финал турнира. С футболистами из столицы Республики Крым команда Севастополя сыграла в ничью 2-2. Завершающие поединки во второй группе пройдут 22 февраля. На участие в главном матче претендует «Саратовский сокол» и отстающая от них на два очка «Крым-теплица». Для выхода в финал в последнем туре «Соколу» достаточно сыграть в ничью с молодежной командой «Крылья Советов» из Самары. Матч за победу на турнире состоится в субботу 25 февраля на стадионе спортивного комплекса Севастополя. Завершился третий турнир чемпионата Севастополя по футзалу. Соревнования проходили в Севастопольском государственном университете. В них приняли участие 30 любительских команд. В высшей лиге клуб «Байдарка» оказался сильнее фаворита 3-1. Донбасс уступил Сахаре со счетом 1-4. Стар обыграл Прометей 3-2. В первом дивизионе «Коралл» разгромил «Омегу» со счетом 5-1. Команда студентов и преподавателей СевГУ одержала победу над «Патриотом» 6-3. «Бастион» выиграл у клуба «Шторм» 8-4. По итогам трех туров только коллективы «Локомотив», «Хлопушка» и «Стар» идут без потерянных очков. Финальные игры чемпионата пройдут 30 апреля. Это были новости на информационном канале Севастополя. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин